Всем привет! Доброе утро 2017 года! Постоянный вопрос в последние дни, с тех пор как я вернулся в мир ютуба, буду ли я разбирать падение Ту-154. К сожалению, на поверхности очень малая информация о Ту-154. Кроме того, что у нас полный разброс нестыкующихся новостей, постоянной, да, то есть кто летел, зачем летел. Ну, начально то, что туда летел хор порадовать солдат, какие нахрен солдаты, ребята, как бы с каких пор российской армии хоть насколько-то важны судьбы их собственных подчиненных, ну, не считая там каких-нибудь очень высоких ранков. То есть, то, что туда их кто-то ехал развлекать солдат, это стопроцентная лажа, то есть это было прикрытие, туда везли что-то серьезное. А что туда могли везти, как бы, чем интернет сейчас спекулирует, от каких-то хитрых ракет до бабла, до великих и крутых генералов, которые там что-то должны были наводить порядок, то есть нету информации. И поскольку и количество просто генералов, которые вымирают в России повседневно, оно очень большое, и оно, как бы, очень часто не связано с возрастом человека, ну, только в России в 55 лет от сердечной недостаточности постоянно умирают генералы, офицеры и все, что с этим связано. Поэтому хотели кого-то убить специально внутри армии или, ну, по заказу правительства, или это так и просто-напросто перегрузили самолет, или летчики были, как всегда, пьяные, или что-то еще. Честно говоря, не хочу спекулировать. Тот факт, что результат смертей российских граждан, это результат политики Кремля в очередной раз, точно, как бы, все, что делает Кремль на благо своей империи, оно заканчивается трагедиями. И здесь, как бы, не о чем говорить. Но в большой картине с российской политикой очень для меня важно не вот эти, как бы, одиночные случаи, которые раз за разом показывают, что все, что делается и для чего оно делается, оно убыточно, оно смертельно, оно кроваво, и оно ничего хорошего не сделает. Не для кого, просто-напросто, не для кого. А хочется поговорить о более серьезной, как бы, более серьезной проблеме. Более серьезную проблему в очередной раз показал случай с Альбиной Матюниной. Если не ошибаюсь, правильно произношу фамилию. Альбина трансджендер, и где-то месяц назад, чуть больше, ее арестовали и посадили в мужское СИЗО. И статья, которая описывала ситуацию, переживала за ее безопасность. Трансджендер в российском СИЗО, это, как бы, непростая ситуация. Система технически не подготовлена к этим случаям. И, значит, там, что будет, как будет, будет ли человек здоров, и все такое. Значит, спешу предупредить или предрассказать Альбину. Альбина вышла, все вроде бы живы-здоровы, претензий никаких нет, и Альбина уехала в Асоясе. Но что меня поразило в этой истории, это комментарии к статье. На тот момент, когда я ее читал, она буквально была онлайн, там, не знаю, 10, 15, 20 минут. И под ней было несколько, не знаю, около 150 комментариев, может, чуть больше. И они поделились на два фронта. Один фронт такой плюс-минус человеческий, который переживал, что может быть, что случится, как страшно за человека. И второй фронт, который не мог не нарадоваться тому, той идее, что кому-то будет ужасно больно. То есть, вот, предположить, трансжендер в российском СИЗО, ну, в лучшем случае человека просто-напросто изнасилуют до смерти. А в худшем случае человеку не дадут умереть после всего, что с ним сделают. И ты читаешь комментарии, и ты начинаешь, как бы, представлять людей, у которых, как бы, есть руки, ноги, голова для чего-то. И ты думаешь, вот под каким угаром нужно быть, чтобы написать столько зла и ненависти по отношению к человеку, которого вы в жизни не видели, не знаете, который находится сотни тысяч и десятки тысяч километров от вас, который вам и вообще, в принципе, никому ничего плохого не сделал. Там, у Альбины были свои потасовки с законом, это решается юридическим путем, и все, как оно должно быть. Я не спорю. Но эти же так называемые люди радовались не тому, что свяжется правосудие, а то, что человека будут в натуре насиловать. Комментарий, вот чего хотела, того и получила, было несколько десятков. Ты начинаешь, как бы, пытаться это понять, как бы, я это перевожу на то, что факт, что российская женщина, вот, она мечтает, чтобы ее насиловали в СИЗО. Какие-то зэки там, какие-то не самые лучшие сорта людей. То есть, вот это мечта российской женщины. Потому что то, как они комментируют, да, вот ты хочешь стать женщиной? На тебе, СИЗО, погуляй. И понять, из чего состоит вот это вот общество, а главное, предположить, куда оно будет двигаться, оно уму непостижимо. Единственная разница между Альбиной и каким-то другим человеком, это ее мировоззрение. Мировоззрение, может быть, гормональный дисбаланс, может быть, там, какие-то проблемы с психикой, причем, которые не связаны с Альбиной, а там что-то было в детстве, или еще что-то. Не важно, совершенно не важно. Альбину за ее выбор могут комментировать, грубо говоря, 3-4 человека в ее жизни. Это ее родители прямые, это ее, может быть, там, на тот время, там, если у нее, у него была девушка, и были, если дети. Это единственные люди, которые имеют право вставлять палки в колеса или, там, критиковать. Все остальные могут отпрыгнуть. Это ее, его личная жизнь. Че хочет, то и делает. Если человек себе делает, что хочет. Хочет татуировку сделать, хочет носу колечко поставить, хочет поменять пол. Кого это интересует? А вот я читаю комментарии, и оказывается, что вот людям очень-очень важно. Все хотят, чтобы шли, все шли с штабелями. Точно вот похоже один на второго. У нас должно быть такое конкретное быдло. Когда мы говорим о 86%, то это, как бы, неспроста. Вот они, они на поверхности. И они жаждут крови, чужой крови, чтобы порадоваться, чтобы улыбнуться. По-другому у них никак не получается. И надеяться, что из этого общества что-то получится, очень-очень сложно. Потому что, когда кончится Альбина, Альбина это, как бы, крохотный случай во всей этой потасовке. А когда кончится Альбина, или кончится трансжендер, нужно будет ненавидеть кого-то другого. Мы будем ненавидеть голубых, лесбиянок, черных, слишком белых, у кого акцент не такой, у кого национальность не та, религия эта самая сегодня не такая. То есть общество, которое требует ненависти, которое потребляет, которое живет на ненависти, оно будет постоянно требовать ненависти. Вот это самый страх. И в моих комментариях очень часто, то есть там меня обвиняют в узапобстве или что-то в этом роде, я не боюсь россиян, России, я боюсь общества. Потому что это общество, оно злое, оно ненавистное, причем ко всему, причем ко всем. Количество комментариев от даже таких больших людей, искусства, так назовем это, что вот Россия, это великая страна, когда спрашиваешь по делу, ребята, в чем величие, вот мы правы, все остальные идиоты. То есть иметь способность омыслить такую думку, что 7 миллиардов с копейками идиоты, а мы самые правильные и самые умные. Если мы самые правильные и самые умные, почему мы не живем хотя бы, не знаю, на среднем статистическом уровне или там чуть выше, в самой богатой, самой большой стране. Самые умные, к тому же, все есть, почему же не живем нормально? То есть вот эти вот несостыковки реальности, желания, амбиции, они везде и постоянно, причем на всех эшелонах от самого низкого до самого великого. Страна, которая допивает боярышника и где-то как минимум 30 тысяч человек, а там по некоторым, по некоторым новостям еще и больше просто-напросто умирает от спиртных химикатов ежегодно. То есть тут просто в одном месте резко так попадали, а так один там, один тут. То есть вот это вот общество, которое просто-напросто вымирает, и считает себя самым умным, самым мощным, который что-то может сделать и постоянно толдычит другому миру, как слушайте нас, потому что мы вам расскажем, как надо жить. Как только что-то идет неправильно, все враги, всех нужно расстрелять, всех нужно сжечь. Вот это проблема. Не то, что там кто-то там играется с банками, и придумывает какие-то хитрые технологии, а потому что есть идиоты, которые по пьяни могут нажать красную кнопку, которая полетит в неизвестном направлении, просто-напросто неизвестном направлении. И подкачка идет этой ненависти во всех направлениях тоже. Мы субсидируем практически весь мировой терроризм. Только по одному простому фактору, что когда мы видим каких-либо террористов на экране, они почему-то все ходят с российским оружием. А последнее время они еще ходят в российской камуфляже. Одежда откуда-то у них берется с местных сельков. Вот это проблема. И это не началось сейчас, это не началось с Крымом, это началось 2-3 года назад. Это постоянно было. Такой простейший пример, если кто-то помнит такую великую картину, называющуюся брат... Там была фраза у Багрова, да? Я вас всех американцев ненавижу, когда он там подходит к черненькому мальчику на какой-то великой вечеринке. Так он же говорит, не американец, он француз. А какая разница? Это 2000-й год, если не ошибаюсь. И тогда мы могли спокойно сказать, проявить знак ненависти в целой расе, потому что нам так хотелось. А еще в те времена, в те времена интернета не было такого обильного, чтобы знать, кто, где, что происходит. Тогда еще была типа гласность, тогда еще были перспективы, и уже мы народ ненавидели. Багров это фигня. У нас есть более такие серьезные вещи. Например, Задорнов, который глумился над тупыми американцами. Сейчас он, если не ошибаюсь, лечится на тупом американском оборудовании где-то в Гейропе. Тупые американцы, он карьеру на этом построил, он всю жизнь об этом рассуждал, и народу нравилось. И если ты посмотришь издалека, народу особо не важно. Великий юмор далеко не каждый Жванецкого поймет. И фиг с ним. Но сейчас, когда я смотрю западных комиков, а я смотрю практически всех, кто говорят на английском языке, и это англичане, австралийцы, американцы, само собой, индусы, черные, белые, коричневые, азиаты, неважно кто, никто никогда не оскорбляет. Есть такие очипенцы, которые пытаются уж слишком много табаско одновременно вылить, но по большому счету, и они все говорят о стереотипах, и они все подчеркивают стереотипов, ненависти нет, злобы нет. Почему ненависти нет? Почему злобы нет? Потому что в конце дня у всех есть плюс-минус нормальная жизнь. Есть ровная дорога, хорошая машина, есть что покушать в холодильнике, и народ после тяжелого рабочего дня возвращается в нормальную среду, в которой можно жить и размножаться. У всех, у подавляющего большинства. В России этого нет, а главное, нет никаких перспектив, что будет. И поэтому, когда народ начинает свободно мыслить, он мыслит только ненавистью. Значит, если мы уже возьмем совсем далеко, у нас есть младенец. Младенец, и мы все начинали когда-то с такого маленького трехкилограммового размера, он не имеет никаких, он не имеет ненависти, он не имеет любви, он не имеет ничего, ему нужно поесть, поспать, чтобы был чистенький плюс-минус, ни холодно, ни жарко. Не знает о религии, не знает о сексуальных направлениях, у него нет истории, нет гордости, все очень-очень базово. И со временем младенцы начинают учить, что хорошо, что плохо. И в нормальном обществе младенцу объясняют, что если ты к другим людям хорошо, то тебе вернется хорошо, если ты к другим людям плохо, то тебе вернется плохо, вот база, вот просто-напросто, как бы проще этого нету. И здесь, когда у нас в потоке бешеная часть общества, которая даже вот в комментариях просто-напросто не может изложить мысли, просто не выливая весь запас мата на человека, у которого есть другое мнение, мы видим, что общество моральный банкрот, просто-напросто банкрот. И никто это общество из этого банкротства спасать не будет никаким образом. Киселев продолжает, Соловьев продолжает заливать свое говно, и народ хавает, people хавает, потому что представить себе, что можно что-то делать ради того, чтобы прогрессировать, не доказывать кому-то чего-то там великое, а именно делать дело. такого нет. Никто вообще не напрягается в этом направлении. Единицы говорят адекватно, единицы. А те, кто не говорят, даже уже по официальным данным, иммиграция из России вернулась на уровне и выше, чем в 94-95 годах. То есть сейчас, ну я сказал об этом как бы чуть ли не в самых первых моих видео, когда я начал записывать в 2014 году, что сейчас народ повалит и останется только то самое потребители боярышника. Оно случается. Оно так и есть. И остается просто-напросто злые люди, которые ненавидят все и всех. И телевизор будет их бросать из стороны в сторону. Сегодня мы любим турков, завтра мы их ненавидим. Сегодня еще один нож в спину, завтра нам дали цветочки, и мы радуемся. Это будет постоянно, пока вот эта вся масса как-то не переделается. А переделать ее будет очень-очень сложно. Дам вам другой пример из истории, моей личной истории. В 2010 году, в 2010 году, я первый раз за более 20 лет, поехал к себе на родину в Воронеж. И там за каким-то разговором была такая тема, что когда идешь на кладбище, там положить цветы, цветы нужно полить маслом, и посыпать песком. И я начинаю соображать, зачем этот процесс нужен. Чтобы цветы больше держались, но я такой методики в жизни не слышал, да и не могу понять, как это может помочь. Короче говоря, мне не заставили долго думать, и говорят, чтобы их просто-напросто не своровали, не продали на выходе через 15 секунд, после только ты вышел с кладбища. И ты начинаешь думать, что народ вообще ничего святого, это 2010 год, это когда у нас еще плюс-минус все хорошо, и мы прогрессивное общество, есть возможность заработать, и рубль плюс-минус крепкий, крепенький, да, и мы идем в правильном направлении. Народ, что те, которые воруют цветы, не имеют ничего святого, и те, которые приносят цветы, не находят другого способа бороться с этим нищим моральным обществом. Теперь, само собой, и здесь, в Канаде, и в Америке, и в Европе, и где угодно, есть твари, которые не только воруют, не только убивают, ломают надгробья, и всякое такое, но тут народ встает на дыбы, народ ставит камеры, этих людей находят, их арестовывают, их штрафуют, как бы есть процесс, который ставит рамки поведения, и настаивает на хороших рамках поведения. Здесь, что у нас происходит? У нас полили маслом, да, то есть народ, это грязно, это убого, это ужасно, то есть народ не решает ситуацию, он находит из нее выход, ситуация осталась, грязь осталась, мерзость осталась, просто-напросто теперь ей нужно будет какой-нибудь пятновыводитель, который этот масло будет разъедать, или что-то в этом роде, то есть народ один думает, как напортачить, как выжить, с одной стороны, другой народ пытается существовать, именно существовать в этой ситуации, и никто не станет на защиту самих себя, на защиту правильных ценностей, на защиту образования, на защиту культуры, это все потеряно, есть великий Михалков с его криками, что мы самые крутые, самые лучшие сейчас все сделаем, со всеми аморальными вещами, которые он сейчас производит, и чем дальше, тем хуже, поэтому не в самолетах дело, а в самолетах тоже, потому что если люди плевать хотели на свою жизнь, на чужую жизнь, на другие ценности, конечный результат, что будут падать и самолеты, и ракеты, и взрываться дома из-за ворованной проводки, газовой или еще что-то в этом роде, и просто-напросто образование базовое у деток будет ужасное, в конце концов мы получим биомассу, которая ничего не может, кроме того, как бухать боярышник, просто-напросто повально, в этом проблема, вот что мне не нравится, и я не вижу перспективы, я не вижу шансов, что вот это можно хоть как-то изменить, и меня можно трижды назвать, не знаю, какими словами, что, мол, я против россиян, но мне кажется, что я проблемы россиян вижу намного лучше, к сожалению, в этом случае, кроме того, как посоветовать людям не использовать слово например ненавижу в своем собственном лексиконе, я ничего не могу посоветовать, как бы, слово ненавижу это очень плохая вещь, и я например вообще его пытаюсь не использовать, и не потому, что я такой хороший и красивый, а потому, что ненавидеть это есть непродуктивно, просто-напросто непродуктивно, например, ну допустим, со всей радостью я могу ненавидеть палестинцев, скажем так, да, то есть я человек, который жил в Израиле, который я знаю, что там с политикой и ситуацией, как все происходит, я могу честно ненавидеть палестинцев, теперь, что мне ненависть к палестинцам дает, ну какие варианты, да, палестинцы периодически убивают евреев, просто-напросто потому, что он еврей, иногда не убивают, убивают и своих, убивают и чужих, но вот евреев им больше всего нравится, я само собой могу их технически за это ненавидеть, и что? какой плюс этого? если я мог бы взять там какой-нибудь автомат с безграничным количеством патрона выйти, и меня никто не остановит, и я мог бы убить там больше полутора миллионов человек, и полностью очистить этот регион от скажем так, злобных палестинцев, это бы решило проблему, да, я как бы немножко соображаю, я понимаю, что это не решит проблему, потому что другие арабские страны посмотрят на это, и будут против Израиля еще более агрессивны, потому что страна покажет себя как агрессором, да, даже если это все было сделано одним человеком, одной веселой ночью, поэтому это не решение, это даже не подход к решению, моя ненависть непродуктивна, я должен, если я хочу решить или как-то повлиять на эту ситуацию, я должен думать другими методами, но никак не ненавистью, полностью непродуктивное мышление, ненависть, злость, вот это вот все, оно мне ничего не дает, оно мне не миллиметром ближе к разрешению конфликта, мы можем уйти как бы от темы, я могу сказать пару идей, как это решить, но это сейчас не в рамках нашей тематики, так вот, насчет России, в 2017 году единственное, что я могу вот честно пожелать, чтобы хоть как-то на социальном уровне, на самых низких слоях общества, начинать улучшать ситуацию, это может делать каждый не напрягаясь, это полностью перестать ненавидеть ближнего, ненавидеть дальнего, просто-напросто перестать ненавидеть, и не использовать слово, дружить, больше дружить, больше относиться позитивно к ситуации, даже если она не позитивная, потому что ненависть порождает только ненависть, любовь в большинстве случаев порождает любовь, будьте стараться быть оптимистичными, ситуация нехорошая, ситуация нелегкая, и как бы за 15 секунд здесь ничего не изменится, но если тенденция останется, а на данный момент никто ничего не делает с этой тенденцией, конечный результат будет плачевный, просто-напросто плачевный, все плюс-минус адекватные свалят, все, что неадекватное останется, оно само себя пожрет, вот, вот это вот то, что сейчас происходит, оно происходило давным-давно, его сделали, его держали, ненависть эту держали на государственном уровне, ее продолжают держать при помощи телеканалов, при помощи интернета, при помощи радио, я не знаю, что там творится на радио, то есть вот это вот, если народ не начнет думать о простых вещах, о базовых отношениях друг к другу на более человеческом уровне, этот народ станет бесчеловечен, конечный результат, с ним никто не будет считаться, и если когда-то там придет, будет критическая ситуация, когда запад туда зайдет, никто не будет считаться ни с правами, ни с людьми, это просто будет рассматриваться как биомасса, потому что себя она сейчас так и рассматривает, и весь окружающий мир, она тоже так же рассматривает, только со стороны ненависти, конечный результат будет плачевным. Вот мое такое банальное пожелание, народ, любите, будьте любимыми, позитивных направлений, хотя ситуация, скромно говоря, плачевная. До скорых встреч, пока!